В студии Тимофей Голев. Здравствуйте. Привет, пенсионные выплаты. Кто может ими воспользоваться и куда обращаться? Как проверить, все ли взносы поступают в полном объеме? А еще нацфонд детям, изъятие излишков на стоматологические услуги. И могут ли работники ЕНПФ звонить вкладчикам? Все это в программе интересно знать. На вопросы ответит Владимир Петраков. Он директор Паударского областного филиала Акционерного общества ЕНПФ. Владимир Юрьевич, добрый вечер вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать. Вот такую повестку мы сегодня вывели для беседы в нашей программе. Интересно знать. Ну, давайте начнем с того, что изменения, они по ней... Год-то можно уже итоги какие-то подводить. Что случилось-то в этом году нового в вашей сфере? Да, в 2024 году были введены ряд новшеств. По поручению президента Республики Казахстан стартовало специальное государственное пособие, реализация. В народе уже ее прозвали предпенсионные выплаты, которые могут получать работники, которые работают во вредных условиях труда. У них есть определенный стаж. И в 55 лет они могут оформиться на это специальное государственное пособие. Кроме этого, мы начали реализовать именно единый накопительный пенсионный фонд, начал реализовать государственную программу, национальный фонд детям. И в этом году, наконец-то, начались перечисления обязательных пенсионных взносов работодателей. Поэтому три вот этих новшества в этом году они стартовали и успешно действуют. То есть ничего запланировано, куда-то там в ящик не легло. Все это реализовано? Да, все реализовывается сейчас. Сейчас. Вот эти предпенсионные выплаты. Интересно вы об этом говорите. Я понимаю, выплата – это сумма, это в денежном эквиваленте. Кто может воспользоваться все-таки? Это же вредные условия труда. Да, вот это специальное государственное пособие, или, как уже было сказано, предпенсионная выплата, могут получать работники, которые заняты во вредных условиях труда. Они отработали 7 и более лет, что подтверждается перечислением обязательных профессиональных пенсионных взносов со стороны работодателя. Подтверждение этих взносов можно проверить в выписках единого накопительного пенсионного фонда. Мы рекомендуем проверять на ежемесячной основе. И человек, если достиг 55-летнего возраста, он может оформиться на данное специальное государственное пособие. Там только условие, что нужно уйти с вредных условиях труда, перейти на более легкий труд, либо вообще уволиться. Либо вообще уволиться, говорите вы. Ту предпенсионную выплату, которую он будет получать, сможет ли он на нее существовать, если он не будет работать после 50 лет? Да, если человек работает во вредных условиях труда и решил оформиться на это специальное государственное пособие, оно состоит из четырех источников выплат. В первую очередь выплачивается с республиканского бюджета сумма, которая равна двум прожиточным минимумам. На сегодняшний день прожиточный минимум 43 407 тенге. Получается 86 тысяч он получает от государства. Плюс один прожиточный минимум он будет получать от своего работодателя за то, что отработал длительный период времени у своего работодателя во вредных условиях труда. Плюс еще один прожиточный минимум он будет получать от страховой организации, где он застрахованный, где его работодатель застраховал его жизнь и здоровье. И кроме этого, он также имеет право на выплаты с единого накопительного пенсионного фонда как за счет обязательных пенсионных взносов, это 10%, которые перечисляются с наших заработных плат, так и за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов. То есть это те 5%, которые работодатель перечисляет уже из своих средств, из своего кармана, своему работнику, который занят во вредных условиях труда. Зарплата у всех разная. Сколько примерно? Да, в среднем сумма, если с 4 источников, начинается от 200 тысяч, доходит до 300. Но по большому счету, если по выслуге лет человек уходит на пенсию, не все получают такие пенсионные выплаты, то есть это работнику, который отдал себя вредным условиям труда, выгодно по большому счету? Ну если так разобраться, то да. То есть человек уже отработал какой-то период времени, где-то даже, возможно, и утратил здоровье, и ему предоставляется такая возможность, право. То есть есть люди, которые отказываются, которые дальше продолжают работать. Они, скажем так, и не утратили здоровье, и их заработная плата у кого-то больше, чем данные специальные государственные пособия. То есть здесь выбор, да, если хочешь, пожалуйста, если вдруг ты получил вред здоровью. А вот проведите какую-то аналогию. Все-таки чаще наши жители региона остаются работать только не во вредных уже условиях труда, или уже уходят в 55 на пенсию? Вот. Все зависит от людей. Если, соответственно, человек устал, если он какое-то уже утратил здоровье, какую-то часть здоровья, то, конечно, оформляются на специальные государственные пособия. На сегодняшний день порядка 1090 человек уже оформились, уже получают. Порядка 60 человек на стадии оформления. Кроме этого, если человек за период с 2014 года до 2024 отработал 7 и более лет во вредных условиях труда и сейчас не работает, такие люди тоже имеют право оформиться на специальное государственное пособие. Но выплата будет только с республиканского бюджета. Это два прожиточных минимума. И также данные люди имеют право оформить выплату с единого накопительного пенсионного фонда. Таких людей порядка 230 человек по Павлодарской области, кто уже оформился. А вот ему исполнилось 55 лет, он работает во вредных условиях труда и думает, а вот еще сил у меня хватит. А потом вдруг в 57 лет понимает, что а вот не хватает у меня сил. Может ли он ее не в 55, а в 57? Да, такая возможность предоставляется. То есть те лица, которые достигли 55 лет и старше до выхода на пенсию, они имеют право в любой момент оформиться на специальное государственное пособие. Данное специальное государственное пособие выплачивается до официального выхода человека на пенсию. То есть если мужчина, то до 63 лет. А потом уже вместо этого спецгоспособия оформляется пенсия. Вот я и хотел спросить. В любом случае мужчине 63 исполнится, женщине тоже рано или поздно исполнится 61 год. Затем они уже на обычную пенсию переходят, да? Да, они оформляются в общем порядке, собирают пакет документов, сдают через фронт-офисы госкорпорации от СОНЫ и им назначается уже пенсия. Как обычным, как раньше, да? Да, как обычным, гражданам. Работает, к примеру, не во вредном условии, да? Продавец конфет, допустим, да? Вот. А при всем при этом, когда человек ушел в 55 лет и в 63, ну давайте мужчину будем разбирать, ушел уже на обычную пенсию, скажем так. Как она будет в суммах там у него? Меняться, не меняться? Какую роль сыграет то, что он заранее ушел? Здесь вот такой момент. Общая совокупная пенсия, когда человек достигает общеустановленного пенсионного возраста, состоит из трех числей. Это базовая часть, которая начается от общего трудового стажа. Это трудовая, которая зависит от стажа до 98-го года, который еще остался с советского периода. И накопительная часть. По накопительной части, чем больше сумма пенсионных накоплений, тем, соответственно, ежемесячная выплата больше. Поэтому люди, которые оформляются на специальные государственные пособия и до этого работали во вредных условиях труда, кто увольняется, мы таким людям, конечно же, рекомендуем трудоустроиться куда-то. Потому что это еще возраст, когда человек может работать, это экономически активное население. И чтобы не просто, прямо говоря, лежать на диване, если есть возможность, конечно же, еще и работать. Потому что потом скажется все-таки на пенсионные выплаты по возрасту. Да, однозначно скажется. Чем больше человек работает, чем больше он заработал себе пенсионных накоплений, тем, соответственно, у него и сумма совокупной пенсии будет больше. Будет больше. Об этом, дорогие друзья, тоже нужно подумать. Ну, замечательная просто программа работает, да, все-таки не было такого у нас. Вредные производства. Где можно прочесть какие-то специальности, чтобы не занимать много времени? Есть перечень, утвержденный министром труда и социальной защиты Республики Казахстан. Там порядка более двух тысяч должностей по нескольким категориям разбиты. Это и шахтеры, и металлурги, ну, вплоть до патологоанатомов, крановщики. В данном перечне можно ознакомиться с определенной должностью, рабочей специальностью. И, соответственно, на основании данного перечня работ работодатель оплачивает обязательные профессиональные пенсионные износы. Вот здесь нужно тоже понимать, дорогие наши зрители, я владею этой информацией, изучал ее. Работодатель обязан вот эти перечисления делать, и это нужно тоже контролировать, потому что если их нет, ни о каком вот этом вот претензионном... Специального государственного пособия не может быть речь. Да, к большому сожалению, есть случаи, что некоторые работодатели не перечисляли своих работников, либо перечисляли, но не в полном объеме, и выясняется это и сейчас, когда отдельные граждане и жители нашего региона обращаются в фонд, в офисы единого накопительного пенсионного фонда, получают выписки, где мы точечно рассматриваем каждого человека, и есть пробелы, когда работодатели не перечисляли за своих работников. Хотя человек работал во вредных условиях труда. С задним числом это можно будет сделать? Можно сделать текущей датой за тот или иной период, и работодателю в обязательном порядке нужно в платежном поручении указать, за какой период он перечисляет, то есть это может быть образно, допустим, январь-февраль 2020 года. И кроме этого работодатель обязан оплатить пеню на счет своего работника за просрочек. И, наверное, еще извиниться перед этим работником. Само собой. Ну, дорогие друзья, понятно, да, такое количество специальностей попали в этот список, с ним можно ознакомиться отдельно. Ну, к примеру, работники акционерного инфраструктуры ЕНПФ туда не вошли, журналисты туда, я подозреваю, тоже не вошли, но есть профессии, которые действительно очень важны для развития нашей страны, нашего региона, и вот как раз-таки этой категории граждан вот такое, ну, послабление, я бы, наверное, даже сказал бы, замечательное. Замечательное. Новый вид пенсионных взносов введен в 2024 году, ОПВР, да, по-моему, вы его сокращенно называете? Да, обязательный пенсионный взнос работодателя. Вы вначале об этом сказали, вот в двух словах подробнее. Да, данный вид. Плюс работодателю может быть и минус, да, ему нужно это все делать, да, но зато работнику плюс. Да, здесь идет уже такая солидарная ответственность между государством, работником и работодателем. И данные обязательные пенсионные взносы работодателя, это такая мера, направленная на поддержку молодого поколения казахстанцев, размер которых будет напрямую зависеть от пенсионных накоплений. И работодателя оплачивает за своих работников, кто родился с 1975 года и далее, 76 год, 77 год. Это вот наше поколение, которое мы в дальнейшем будем выходить на пенсию, и у нас будет уже отсутствовать солидарная часть, именно трудовая часть совокупной пенсии. В этом году мы ввели данные обязательные пенсионные взносы работодателя по поручению правительства Республики Казахстан. В текущем году работодатель обязан оплачивать 1,5% от получаемой заработной платы за своего работника в единонакопительный пенсионный фонд на дополнительные счета граждан, своих работников. В следующем году это будет 2,5%, в 26-м году 3,5% и так до 2028 года, где будет 5% платить. В 28-м году я понимаю, что казахстанцы перестанут совокупную пенсию получать. С какого года? Ориентировочно с 2040-го. С 40-го года? Время есть. Есть еще. И работодателям есть время. Да. И у населения накопить себе на будущую достойную старость. Ну, в любом случае, вы уже будете выходить со временем на пенсию, вот уже по новой системе. Ну, да. Мое поколение, который родился в 1980-м году, чуть раньше и, соответственно, уже дальше. Раньше тоже, да, попадают? В 70-е? Да, с 1975-го года. За них работодатель должен уплачивать. За 1975-го года рождения. Рождение. Работодатель обязан, и вы как раз-таки, эта категория граждан уже выйдут на пенсию и будут рассчитывать только на то, что они накопили. Я правильно уже вас понимаю? Ориентировочно мы уже просчитали. Поколение, которое родилось в 1980-м году, вот у них уже точно не будет трудовой части совокупной пенсии, а вот с 1975-го до 1980-го, то есть у них уже будет очень маленькая, очень небольшой и маленький размер трудовой пенсии, но они уже начнут получать выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя. Ну, такая вот реформа долгосрочная, но, тем не менее, время летит быстро. Я просто для себя прекрасно сейчас понимаю, я родился в 1980-м году, соответственно, я уже буду первопроходец вот в плане реформы, да, вот этой пенсионной, насколько я понимаю. А Национальный фонд детям, ой, сколько, да, с ним было разговоров, как вся страна ринулась проверять, упали, не упали, перечислили, не перечислили. Безболезненно. Вообще, я считаю, это все прошло, да, насколько я понимаю. Я сам лично тоже проверял, вовремя все туда село, может быть, кто-то ожидал какие-то заоблачные суммы. Вот теперь поясняете, как вы считаете, как реализована эта программа? По поручению, кстати, главы государства в послании он об этом говорил. И что ждать в 2025 году? Да, программу начали мы реализовывать очень активно. Дети, которые достигли совершеннолетия в текущем году, они к нам обращаются в офисы ЕНПФ в первую очередь. Мы им выдаем выписку, подтверждаем факт наличия и перечисления первых средств. Рассказываем, куда они могут обратиться. В те же банки второго уровня, в частности, в Басыбанк, в Халыкбанк, где могут оформить либо накопительный депозит АКЛ, либо использовать данные средства на оплату своего обучения в среднеспециальных и высших учебных заведениях. И процесс уже пошел. Заявки к нам поступают, мы данные средства перечисляем. Так, для сведения, у нас по Павлодарской области на 1 января текущего года было 213 934 ребенка, кто не достиг 18 лет. И в текущем году за целый год 10 501 ребенок достигает 18-летия. Сумму, еще раз акцентируйте, пожалуйста, не общую сумму, а сумму, которая располагает один этот ребенок. На одного ребенка было начисление 100 долларов 52 цента. А в следующем году? В следующем году по итогам года будет просчитан инвестиционный доход национального фонда и берется суммарный средний доход за 18 лет и 50% от данного инвестиционного дохода передадут в единокопительный пенсионный фонд. И мы, соответственно, всем поровну разделим, всем нашим детям. А сейчас прогнозировать не будем, какая это может быть? Сейчас даже нет примерных цифр. Даже нет примерных цифр, ну и не надо, время остается. Сегодня 7 ноября мы находимся с вами вот в этой студии. Конец года не за горами. Снимать они могут, вы еще раз говорите, только точнее перечислять на определенные нужды. Это образование жилищное, да? Да, на образование и на жилье. На жилье. Повезло тем детям, которые родились в этом году, которые родятся, то есть чем младше ребенок, тем больше у него зачисляется. К 18 годам у него будет. Но тем не менее, даже за один год, вот то, что небольшая сумма была перечислена, обращается в любом случае, да, в 18 лет? Да, дети обращаются, они рады. И куда они их, простите меня, это же всего лишь сумма там. Да, небольшая сумма, но как практика показывает, все, кто учатся бесплатно, все открывают депозитные счета в банках второго уровня, перечисляют, чтобы в дальнейшем это у них как мотивация, старт на накопление для своего будущего жилья. А, то есть это тоже возможно, да, условно говоря, просто открыть? Да, открыть депозитный счет. Вот сейчас некоторые банки второго уровня очень активно продвигают такой накопительный депозит АКЛ, который был разработан, новый банковский продукт, и есть он в нескольких банках, и данные средства перечисляются в эти банки, открывается счет, и, соответственно, они уже первые средства, которые там находятся. Ну, морально хотя бы этот ребенок, наверное, по-другому не скажешь, будет думать, у меня вот что-то, какой-то старт уже есть, в перспективе будет, дай бог, конечно, чтобы у них появилось сразу же свое личное жилье. Вот эта информация, которая, я не знаю, ближе к осени, по-моему, взбудоражила нас всех, жителей Павлодарской области, казахстанцев, нельзя пороги достаточной, излишки вот этих порогов достаточности использовать на стоматологические услуги. На самом деле можно ли? Да, ориентировочно в конце лета прошла информация по республике Казахстан, было выявлено, к большому сожалению, факты, когда граждане, используя пенсионные накопления, нецелесообразно, ими пользовались, данные факты и до настоящего времени проверяются, и было предложение приостановить до января 2025 года. Но так как есть порядочные люди, которые надлежащим образом использовали пенсионные накопления по назначению в рамках восстановления здоровья, поэтому принято решение, как мы и перечисляли пенсионные износы на восстановление здоровья, в частности, на стоматологические услуги, так и данные средства перечисляются, просто идет проверка документов именно организации очень тщательно, то есть, соответственно, чтобы была эта стоматология по факту, чтобы у нее была лицензия, соответственно, там адрес, штатные врачи, которые осуществляют стоматологические услуги. Ну и комиссия должна же посмотреть, в минимум заглянуть в этот род, да? Да, соответственно, при сдаче пакета документов, один из документов – это справка с поликлиники, которая выдает врач, там, комиссион, что действительно человеку необходимы стоматологические услуги. А какие именно? Какого рода стоматологические? В основном все делают протезирование, импланты, некоторые даже значительные суммы денег в миллионах тенге тратят на свои зубы, прямо говоря, делают себе голливудскую улыбку. Ну и молодцы, если, конечно, есть такие излишки. Да, если есть такая возможность. Почему бы это не сделать? А просто, я не знаю, там, пломбу поставить? Просто пломбу или, например, чистку зубов – такое нельзя. Именно импланты, протезирование. Но если в рамках процедуры, что нужно сделать еще какие-то дополнительные услуги, то для того, чтобы провести, там, допустим, протезирование или имплантирование, то да, дополнительные услуги. А, ну, конечно, да, то есть для этого нужно удалить рядом стоящий зуб, допустим, да. Без этого никак имплант не поставишь. Ну или, там, я не знаю, бракет-систему, к примеру, да. То, соответственно, дорогие наши зрители, чтобы вы понимали, это уже может входить в перечень, потому что это сопутствующее, да, в процессе лечения. Ну а что ж вы тогда не рассказываете нам, каким образом набедокурили наши жители, и, скорее всего, эти же стоматологии, как они проводили? Это же система каких-то махинационных, наверное, вещей была? Ну, к сожалению, да. Даже эта информация и в СМИ везде проходила, что были такие стоматологии, где работает один врач, а они по, скажем так, по списку в день, там, по 30-40 клиентов именно больных проводили. Ну, соответственно, просто это чисто физически нереально сделать. А, условно говоря, это обналичивание было, да? Ну... Во рту делать ничего не нужно? Всякое возможно, да. Возможно. Не будем, да, мы с вами не хотите на эту тему говорить? Ну, я лично предполагаю, скорее всего, ну, какая-то схема все-таки в этом отношении была, раз все-таки поднялся вопрос, что не по целевому назначению. Да, к большому сожалению, такие факты. И стыдно, 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 стыдно. Ну, к сожалению, были они, вероятнее всего. Программа наша не резиновая, она скоро закончится. Мошенничество, давайте мы это тоже обсудим. Работники НПФ, люди звонят, люди беспокоятся. Вами начали представляться тоже. Могут ли работники НПФ беспокоить по телефону жителей и что-то там им предлагать или говорить, что что-то с их счетом происходит. Хочу сразу сообщить, что сотрудники единого накопительного пенсионного фонда не звонят жителям нашего региона, ни вкладчикам, ни пенсионерам, ни работающим лицам, не ссылаются на какую-то блокировку счетов или еще что-то. Если вам поступил звонок и сообщили, что это с пенсионного фонда, с ЕНПФ, то могу заверить, что это звонят мошенники. Рекомендуем прервать сразу разговор, положить трубку и в случае каких-то вопросов по линии пенсионного обеспечения обратиться в офис единого накопительного пенсионного фонда или позвонить в колл-центр по номеру 1418, звонок бесплатный и уточнить моменты. 1418 бесплатный звонок, вот об этом говорит гость нашей программы, у нас директор полдавского областного фериала акционерного общества ЕНПФ Владимир Петраков, и вообще ни по каким поводам не беспокоитесь? Никаким, мы не звоним. То есть беспокоитесь? Работников ЕНПФ вообще вот единый накопительный пенсионный фонд беспокоит должны только граждане. Да. А по-другому быть не может. Поэтому тоже возьмите, пожалуйста, на вооружение. Мы же с вами не знаем, какие еще схемы могут быть выдуманы, но по части ЕНПФ это однозначно компетентное мнение сегодня звучит. Не звонят они вам, дорогие жители Павлодарской области. Программа наша заканчивается, если вы что-то недопоняли, а мы обсудили сегодня досрочный, скажем так, выход на пенсию, предпенсионные выплаты, какие категории и каким образом можно все это оформить. Пожалуйста, пересматривайте уже завтра, 8 ноября, на сайте rbistv.kz. Фонд, национальный фонд детям тоже прозвучал сегодня. И если вы только-только включили программу, я вам скажу, что мы обсудили еще и стоматологические услуги, можно ли излишки направлять на эти цели. Так что пересматривайте нашу программу. А вам, Владимир Юрьевич, спасибо большое за участие. Спасибо вам. Спокойной ночи. До свидания. До свидания. Мы встретимся с вами ровно через неделю на телеканале IRBIS. Меня зовут Тимофей Голев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова